Дело Овечкиных, несмотря на свою супер-гипер-известность, в нем есть о чем поговорить. Что мы сегодня и сделали? В нем очень есть о чем поговорить, и это даже суд признал, потому что помимо основного приговора, там будут возбуждены два уголовных дела. По обстоятельствам, которые сделали возможным то, что произошло. Но я думаю, что очень многим нашим слушателям это дело памятно. Вот прямо они были свидетелями того, как все это освещалось в прессе, поскольку это уже 88-й год, и в общем свободы несравненно больше, чем во времена застоя, я имею в виду, у средств массовой информации. Хотя все равно писали осторожно. Вот я нашел на информационном портале города Иркутска, там у них, они выложили газетные заметки того времени, там очень-очень аккуратно сообщается. Вот начался суд, там на скамье подсудимых тета-тета. То есть, в общем, такая информация достаточно минимальная, хотя вообще не очень понятно, какая общественная атмосфера ожидалась от этого процесса. Ведь, сразу забегая вперед, начнем с суда. По закону Советского Союза в обычном случае рассматривает дело тот суд по месту совершения преступления. И в данном случае это было соблюдено, потому что рассматривал это дело Ленинградский областной суд. Хотя тут, конечно, вопрос подсудности мог трактоваться достаточно широко, потому что начали они осуществлять свой преступный замысел еще в Иркутске, нарушив правила безопасности, да, и пронеся в самолет, скрытно пронеся достаточно большой арсенал оружия. Так что можно было и к этому привязать, потому что обвиняли в захвате воздушного судна, а условия для этого были созданы уже в Иркутске. А приступили они к осуществлению этого замысла, когда самолет взлетел после дозаправки в Кургане. Но было принято решение, что по месту принудительной посадки лайнера в Ленинградской области, соответственно, Ленинградский областной суд и рассматривал это дело. Это имело значение в данном случае? Да вы знаете, вот не знаю. Я имею в виду, что, конечно, решение было бы примерно таким, я думаю, у любого суда Советского Союза, который это дело бы рассматривал. Решение было еще сравнительно мягким, как я постараюсь показать. Но было принято решение, что это будет выездная сессия Ленинградского обл. суда, и проходить она будет в Иркутске. То есть, власть не только не пыталась это дело как-то приглушить, наоборот. Или быстренько. Да, понятно, что в городе, где эти люди прожили всю жизнь, поскольку на скамье подсудимых были совсем молодые люди, и где их прекрасно знали, они были местной достопримечательностью и гордостью Иркутска до определенного момента, было понятно, что, конечно, общественный резонанс будет гораздо больше, чем в той же самой Ленинградской области. Но вот, тем не менее, что, собственно, произошло? Речь идет о семье достаточно незаурядной. Семья Овечкиных. В семье было 11 детей. 7 мальчиков, 4 девочки. Отца их к моменту... Напомню, все произошло 8 марта 1988 года. К этому времени уже 4 года не было в живых их отца. И он, и главой семьи, безусловным, собственно, это и на процессе было показано, была мать Нинеля Овечкина. Женщина очень трудной судьбы. Она родилась еще до войны. Ее отец погиб на фронте. А когда девочке было совсем немного лет, то нелепо погибла мать. Она, возвращаясь уже в темноте домой, попыталась на колхозном поле подобрать несколько картофель. Но ее сторож застрелил. Тоже такая примета времени. И девочка оказалась, соответственно, в детском доме. Вышла замуж. Тяжелая, видимо, у нее была жизнь. Муж выпивал. И вот родила 11 детей. Она была награждена орденом о героине. И им были выделены в городе на одной лестничной площадке две трехкомнатные квартиры. И при этом сохранен их загородный домик. Но все, кто их знали, говорят, что, в общем, они все равно достаточно бедно жили. Дети достаточно разновозрастные. В момент, когда все это произошло, там старшей дочери уже в районе 30, а там младшим детям еще 10 не исполнилось. И мать властная, жесткая, амбициозная женщина, железной рукой державшая в доме порядок. Вот я посмотрел телеинтервью с ныне здравствующей, насколько я понимаю, Татьяной Овечкиной. И та говорит, что у нас порядок был в семье. Мы не пили, не курили, ничего. Мама как-то все вокруг нее. Ну, собственно, это будет видно. И в момент вот этой вот трагедии на борту воздушного судна она будет принимать все самые драматические решения. И, суть по всему, решение захватить самолет тоже, ну, может быть, начало оформляться и в головах у сыновей. Но от нее зависело, будет оно или не будет, оно реализовано. Дело в том, что, значит, выяснилось, что у мальчиков этой семьи имеются музыкальные способности. Об этих степени этого музыкального дарования очень разные оценки. Кто-то говорит, да ну, вообще они ничего из себя как музыканты не представляли. Вот это, так сказать, раскрученная просто такая вот группа. Ну, семь мальчишек. Но, вы знаете, я встретил, например, в интернете свидетельство человека, который учился в Иркутской музыкальном училище на одном курсе с одним из Овечкиных, с Михаилом. Это, на минуточку, Денис Мацуев. И он очень высоко, так сказать, оценивает, вот сейчас уже с высоты своего нынешнего положения, он говорит, что Михаил Овечкин, вот который с ним был его однокурсником, что он был очень одарен музыкантом. Так что, в любом случае, там, может быть, они в разной степени были одарены, но говорить, что это совершенно какие-то там серые ребята, из которых слепила пропаганда нечто, это не так. Ну, можно посмотреть, есть документальный фильм, который был снят об этой семье, где фрагменты их выступлений. В общем, ну, сейчас это не производит, естественно, впечатления, мы привыкли уже к совсем другим стандартам, там, и показы, и всего прочего, но, насколько я понимаю, для того времени это вполне себе диво. Нет, вполне-вполне, да, это было. Они, вот этот ансамбль, семь семеонов, только мальчишки принимали участие, я уж не знаю, там, то ли девочка судьба музыкальными талантами одарила, то ли это был принципиальный такой ход, что вот это будет ансамбль из семи мальчиков, я не знаю. Но вот семь семеонов, они были очень раскручены, они в 85-м году выступали в Москве на фестивале молодежи студентов, и вообще, как я понимаю, они много ездили. И вот за год примерно до этой трагедии все источники говорят о том, что, видимо, это был вот такой вот главный толчок, они выехали, причем мамы с ними не было в этой поездке, они выехали на гастроли в Японию. И там, судя по всему, к ним был некий подход со стороны представителей, ну, сейчас, конечно, уже не разберешь, были представители спецслужб, которые выдавали себя за музыкальных продюсеров. Ну, время действительно было, когда такая вот идеологическая, в том числе война спецслужб еще в полный рост существовала, то ли действительно были представители... Вполне возможно, потому что... Может быть. Нет, поставить на них, как с точки зрения и раскрутки, можно было. Ну, насколько я понимаю, семь братьев-музыкантов, это по мировым стандартам вполне незаврядно, Юля. Причем в Штатах чрезвычайно популярны были все сороковые, пятидесятые годы, даже и довоенные тоже. Вот это ансамбли именно разновозрастных детей, сестер-братьев, вот Картер, те же самые, жена Джонни Кэшетт, который тоже, это был семейный ансамбль. Ну, одним словом, им было сделано некое очень привлекательное предложение. И вроде бы даже предложение заключалось в том, чтобы, по крайней мере, они... Это все с их слов, причем их слова будут в передаче других людей тоже потом. Потому что все старшие практически, все старшие же погибнут во время этого самого драматического события. И вроде бы им предложили сразу просто остаться, не возвращаться, но дома оставалась мать. И они решили вернуться, но, видимо, скрепко засевшей в голове идеей, что надо выбираться на Запад. А дальше, видимо, я не нашел никаких следов того, что они предпринимали хоть какую-то попытку сделать это, ну, что называется, цивилизованным путем. 86-87 год. 87-й. Они в Японии были 87-й. 87-й год. Непонятно еще. Очень непонятно. Ну, вот Руприх нам со свойственной прямотой пишет. Ну, вообще, они дураки отъявлены. Нужно было подождать пару лет. Конечно, ну, а мимо такого рода ремарки практически никто, кто сейчас об этом деле пишет, не проходит. Потому что, действительно, еще полтора-два года, и, в общем, можно было уже почти наверняка выехать. Но вот надо же попытаться вернуться в 87-й год и представить себе метание этих, видимо, невеликих умов, но, тем не менее, вот такие прагматические соображения. А если мы подадим заявление в АВИР, а нам это дело зарубят, да еще и лишат того, что мы сейчас уже имеем. Лишат квартир, лишат домика, лишат возможности выступать. Конечно, даже, может быть, там квартиры бы, наверное, уже не тронули, но, конечно, такое пятно, вот они перестанут быть тем, к чему они уже, безусловно, привыкли, без чего они как без наркотика жить не могут. Ну, и, конечно, эту семью, безусловно, ну, старших, разумеется, младшенького отношения к принятию решения не имели. Безусловно, характеризует выбор способа осуществления этого замысла. Они долго готовились. Это на суде было показано прекрасно. Подготовка эта заключалась в отработке, в общем, достаточно небольших, но очень важных деталей. Вплоть до того, что они специально увеличили размеры футляра для контрабаса, для того, чтобы он не пролезал в вот эту рентгеновскую установку аэропортовскую. И пару раз уже с этим увеличенным футляром и с обычным контрабасом в нем съездили на гастроли, чтобы посмотреть, какая будет реакция. Как это работает, убедившись, что это работает, они в контрабас засунули обрез и там еще кое-что. И действительно, в аэропорту, ну, они часто летали, их знали. Иркутск все-таки не такой уж большой город, да. И действительно, когда контрабас вот не зацепился, не въехал в эту самую камеру, сотрудница спецконтроля, она посмотрела там, потрогала там, дернула за эту самую, за застежку и махнула рукой детство проносить. В отношении нее суд возбудит и выделит в отдельное производство уголовное дело, потому что, конечно, это, собственно, грубейшее нарушение. И тогда уже были правила, досмотры были среди. Да, они ничем не напоминали нынешние жесткие, но все равно уже пропускали через этот интервизор, он, по-моему, называется, через этот вот прибор, багаж. И, ну, надо понимать, как это еще тоже вот, это время, когда немножечко спала та вот тревога, которая возникла в 70-е годы после этой знаменитого, удачного для террористов угона самолетов в Турцию, когда отец и сын Бразинскасы, ну, по памятное людям старшего поколения дело, когда погибла тогда стюардесса, помните, да? Вот, и после этого в течение 10 лет все рейсы сопровождал сотрудник милиции, вооруженный сотрудник милиции в штатском. Ну, вот, как раз в середине 80-х это правило было отменено, потому что, вроде как, не было необходимости, хотя угонов было много. Вот, за время советской власти, вплоть до 91-го года, около 100 попыток угона самолета было в Советском Союзе, из которых примерно четверть в той или иной степени оказались удачными. И особенно часто такие попытки, насколько я понимаю, на маленьких прибалтийских рейсах, вот, типа, Рига-Таллин, рядом за границей, рядом Финляндия, в принципе, и до Швеции долететь можно. Уже принято и действует, и Советский Союз участвует в конвенции международной о захвате воздушных судов, где принцип неотвратимости возмездия закреплен. Вот, то есть, в принципе, в принципе, я не знаю, чем там Овечкины думали, и думали ли они об этом чем-нибудь, но если бы им удалось успешно приземлиться, ну, они планировали в Лондоне почему-то, они бы, конечно, сели на скамью подсудимых, я в этом ни секунды не сомневаюсь. То, что они вооруженные захватили воздушное судно, даже если бы дело обошлось без стрельбы и без жертв, то я уверен, что, ну, по крайней мере, старшие получили бы сроки. Но, так или иначе, вот они решили, значит, захватить самолет, и, значит, вылетели из Иркутска, они летели в Ленинград, вылетели из Иркутска, самолет сел в Курганин-дозаправку, все прошло благополучно, и как, после того, как самолет поднялся в воздух и лег уже вот на прямой курс на Ленинград, они передали через бортпроводницу, экипажу записку, в котором потребовали следовать в Лондон, и, значит, угрожая в противном случае, там записка была написана, вы под нашим контролем. Ну, и когда выяснилось, что они действительно вооружены, а там приличный у них был арсенал, там было взрывное устройство, причем не муляж, а настоящее, там было два обреза, там был пистолет, и, значит, когда стало понятно, что они не шутят, что они возбуждены, что они вооружены, интенсивнейшие переговоры с землей, и вот здесь, вот вы сказали, есть о чем поговорить, мне кажется, что здесь очень такая важная линия, это абсолютно не колеблющаяся решимость властей не допустить попадания их за границу любой ценой. Вот в фильме в Сирии «Следствие вели» с Каневским, я посмотрел фильм, значит, вылетел сейчас название с головы, не буду врать, без труда найдете, он достаточно необычный для этой серии. Вот поклонникам этой серии хорошо известно, что там обычно много таких, ну, это многим нравится, таких лирических отступлений, про какие-то вещи того времени, еще что-то, Каневский бывает и гриф, нет, вот этот фильм, он очень такой сухой, он очень по фактам, в нем минимум каких-то таких вот оценок, и там цитируются переговоры между командованием, соответственно, военного округа ВВС и так далее, и в частности самолет находится в воздухе, а уже принят, идет приказ любой ценой, при попытке пересечь, ну, то есть при попытке пересечь госграницу самолет должен быть уничтожен. Его сопровождало звено перехватчиков. То есть в данном случае, я уж не знаю, чем руководствовались, там тем ли, чтобы напугать неповадно было остальным, тем, кто попытается в дальнейшем, не знаю, еще, может быть, какими-то соображениями, но, в общем, самолет был обречен. То есть либо шторм, собственно, то, что произошло, либо он, скорее всего, был бы сбит. Сколько пассажиров было? Ну, а сколько пассажиров? Порядка ста человек. Порядка ста человек вместе с экипажем. А с какой самолетом? Вы знаете, это, по-моему, Ту-156, естественно. 54-й. То есть, по-моему, Ту-154. Да, по-моему, да. Я сейчас вспоминаю салон, кадры. У меня такое ощущение, что два ряда по два сиденья в каждом. То есть, он такой тесный, узкий достаточно. Это могут быть разные. Да, но я плохо. Много летаю, но плохо разбираюсь. Тесный, но, по-моему, 3,3 в 54. Ну, боюсь соврать. А может быть, у меня сейчас зрительная память подводит. Ну, сейчас попробуем посмотреть в перерыве, что возможно. Но и разные достаточно... Вот кто в этой ситуации действует, видимо, достаточно безупречно, это экипаж. И экипаж, и бортпроводники, они действительно пытаются сделать все возможное для того, чтобы уговорить. Хотя приказы подступают, видимо, достаточно противоречивые. Некоторые просто безответственные. Но сначала Овечкиным скармливают... Ну, вполне предсказано. Да, сначала им предлагают от лица руководства... Ту-154, да. Ту-154, да. Вот. Значит, от лица руководства им предлагают, значит, выпустить, отпустить пассажиров. И в обмен на это, значит, гарантируют заправку и беспрепятственный вылет за пределы СССР. Но на это они не клёборы. А мы через пять минут продолжим. Нет, ребята! Всё не так! Всё не так! Ребята! Ребята! Всё не так! Всё не так! Ребята! Мы продолжаем. Дело Семисимеонов, дело Овечкиных из попытка захвата самолёта. Но захват самолёта, в общем-то, практически состоялся. Нет, захват самолёта состоялся. Я хочу сказать, Сергей, что пусть он не ломится в открытые двери. Захват самолёта – это преступление. Всё, безусловно. Точка. И защищать их нечего. Мы совершенно их ни в чём не защищаем. Абсолютно. Но то, что необходимо сказать, что помимо них в этой истории, конечно, есть ещё одна сторона, которая, на мой взгляд, вела себя не лучшим образом – это те, кто принимал решение. Те, кто принимал решение. И вот эта вот обречённость этого воздушного судна, она сейчас, в общем, нам понятна. Ну, а дальше, значит, им успешно, бортмеханику удалось убедить их в том, что топлива не хватит. Они потребовали, если нужна дозаправка, посадить самолёт на любом аэродроме за пределами соцлагеря. Но он убедил их, что до Лондона не хватит топлива. До Хельсинки. И даже до Хельсинки, значит, в конечном итоге, когда уже было принято решение сажать самолёт на один из военных аэродромов между Выборгом и Ленинградом, военный аэродром Вещова, значит, было принято решение сажать самолёт. К тому же, там уже подступали сумерки, и пейзаж был такой, что, в общем, можно было, ну, какое-то время не понимать, что это не Финляндия. Им сообщили, что в Котке они будут садиться. Вот только, что называется, дотянули до границы, и вот самый-самый ближний, якобы, за ограниченное аэродром. А на самом деле, значит, принято было решение сажать самолёт в Ленинградской области, а дальше кто-то. Я так понимаю, что так и не было установлено. Кто? Ну, или, по крайней мере, установлено, наверное, было, но это не имело, так сказать, последствий дальнейших. По крайней мере, видимых обществу, приказал выдвинуть на взлётное поле взвод солдат. И старшие Овечкины, они в армии послужили, они сразу поняли, что происходит. И вот тут у них, естественно, окончательно сдают нервы. Значит, они убивают Тамару Жаркою, бортпроводницу. И просто, вот как, что называется, из мести. А через неё многие переговоры вели, через неё. Через её коллегу Васильеву. И ещё два часа будет самолёт находиться. Его будут якобы дозаправлять. Овечкины разрешат бортмеханику выйти на крыло, чтобы открывать вот эти вот заправочные лючки. На самом деле топлива туда подаваться не будет. То есть, всё. Вот это вот ещё одно косвенное доказательство того, что решение принято. Самолёт не выпускать ни при каких обстоятельствах. Ну, и тем временем две группы спецназа. Одна через кабину пилотов, одна через хвост готовят штурмовать. Что это был за спецназ? Это были обычная группа, то, что называется, немедленного реагирования. То есть, ну, это, скажем так, милиционеры, которых готовили на случай нештатных ситуаций вообще. Но, в первую очередь, конечно, на случай уличных беспорядков. И сработали они плохо. Сработали они плохо. Это будет второе дело, которое будет выделено в отдельное производство. Его будет вести военная прокуратура. Там поснимают погоны. Плохо было всё. Плохо действовали. Нескоординированно действовали эти две группы. Плохо стреляли. То есть, вот эти вот старшие Симеоны попадали в милиционеров. Там были ранены несколько сотрудников милиции. А те попадали в основного в пассажиров. В ответ. То есть, ни один из Симеонов при штурме ранения не получил. Ну, и в результате, поняв, что тем не менее живыми им не дадут уйти, как пассажиры потом будут вспоминать, в общем, по приказу матери, они пробуют покончить с собой, взрывают взрывное устройство. Но там получился как-то очень направленный взрыв. Погиб один только из них. Тогда мать приказывает старшему из сыновей убить её. Он её убивает. И они, значит, кончают с собой при помощи обреза. Один из младших, Миша Овечкин, вот тот самый, который был однокурсником Мацуева, потом на суде скажет, цитирую, Вася, Вася – это старший из сыновей, да ему 26 лет. Ну, видимо, такой, действительно, видимо, второй лидер после матери. Вася хотел застрелить меня. Поискал патроны в одежде у Димы, но не нашёл, а у него оставался только один патрон, и он решил устратить его на себя. Вот такое вот показание подростка. Вот, значит, в результате погиб член экипажа, погибла бортпроводница, погибли четверо Семёнов и мать, погибли три пассажира, и 14 пассажиров получили тяжёлые ранения. В частности, это было связано с тем, что, когда взорвалась бомба и начался пожар на борту, то пассажирам удалось выломить одну из дверей запасных выходов, но она не была оборудована трапом, и они прыгали с довольно большой высоты на землю и получали тяжёлые травмы и позвоночников, и переломы, и всё прочее. Приговор суда констатировал, что государству причинён, помимо гибели людей, причинён ущерб в 1 миллион 371 тысячу рублей. В живых остались, соответственно, 28-летняя Ольга, 17-летний Игорь и четверо совсем маленьких детей, две девочки и два мальчика. Пять месяцев шло следствие, несколько десятков томов насчитывал уголовное дело. В конечном итоге к уголовной ответственности привлекли двоих, 28-летнюю Ольгу и 17-летнего Игоря, а, соответственно, маленьких, ну, они по возрасту не подлежали уголовной ответственности. Старшему из вот этих маленьких Миша ему был 13 лет, а даже за тяжкие преступления некоторая уголовная ответственность наступала с 14 лет. И сейчас наступает. И суд этот в конечном итоге, вы знаете, я нигде не нашёл никаких деталей, ни фамилии судей, ни фамилии адвокатов. Адвокаты, конечно, были, потому что по закону они обязаны были быть, да, у несовершеннолетнего Игоря обязательно должен был быть адвокат. В связи с тяжестью предъявленного обвинения у Ольги обязательно, даже если бы она отказывалась, должен был быть адвокат. Они были. Ничего я не нашёл. Вот никаких по этому поводу нет данных. Суд, надо сказать, дал мягко. По нижнему пределу Игорю, 8 лет это минимум того, что по данным обвинениям, а Ольге даже 6 лет, то есть ниже минимум. То есть были найдены смягчающие обстоятельства. Ну, надо полагать, в случае у Ольги смягчающим обстоятельством было то, что она, в общем, мал принимала участие, не принимала никакого инициативного участия в том, что происходило. Кроме того, она была беременна во время захвата самолёта. Я так понимаю, что к моменту суда она уже родила ребёнка. Ну, а что касается Игоря, он тоже, безусловно, был ведомым и был несовершеннолетним. Это тоже, конечно, суд, скорее всего. Но вообще, разбирая иерархию, которая вот царила, которая существовала в этой семье, и достаточно жёсткие правила, которые хороши были, например, для того, чтобы такую семью держать, чтобы мальчишки и девочки тоже не свихнулись с нормального пути. Но, учитывая это, неполная ответственность, как в таких случаях бывает, конечно, лежит на младших детях. Даже и совершеннолетних бывает. Особенно девочкам. Вот Вадим спрашивает, откуда оружие? Значит, я не могу точно сказать, но мне встретилось упоминание о том, что в доме, судя по всему, было как минимум одно охотничье ружьё. Ну, потому что встретил упоминание о том, что отец ещё когда был жив, когда выпил, как-то там целился снаружи, вот в этом загородном домике, целился снаружи туда, внутрь, из охотничьего ружья. То есть, видимо, скорее всего, оба ружья принадлежали покойному отцу, а братья изготовили из них обрезы. Вот. Откуда остальное оружие, не могу сказать. Как сложилась судьба? Овечкиных. Сложилась она у подавляющего большинства из них плохо. Плохо, да. Те двое, что оказались в тюрьме, отсидели по половине срока и выйдя на свободу, в общем, адаптироваться не смогли. Игорь Овечкин. Трудно сказать, в тюрьме или он познакомился с наркотиками, после ли тюрьмы, но он был вторично арестован в 90-е годы за распространение наркотиков и при не очень понятных до сих пор обстоятельствах он погиб. В СИЗО похоже, что однокамерник. Но нам есть разные вещи. Считают, что в 99-м кто-то он был жив. Ну, да. Но вот по такой вот главной версии с ним, видимо, расправились сокамерники. Что же касается Ольги Овечкиной, можно найти, я нашел статью «Иркутской газеты», где достаточно подробно говорится о суде над ее многолетним сожителем, который в 2004 году ее убил. Убийство бытовое на почве пьянства. Они жили плохо, бедно, оба пили много. Ну, и вот в тот вечер у них возникла ссора, и в результате он похож каким-то подвернувшимся бытовым предметам. Там в материалах дела фигурировала тяжелая такая разделочная доска. Вот похоже, что он ее просто на место забил. Ну, и ребята тоже. Вот, по-моему, только у Татьяны сложилось. Ну, о ней нет сведений. Она появляется в фильме с Каневским. В следствие вели, и там она производит симпатичная женщина, хорошо говорящая. Вот. А ее нынешней жизни известий нет, и слава богу, наверное, не надо. Она жила в поселке Черемхово под Кемерово, в городе Черемхово. Как дальше сложилась ее судьба, неизвестно. Ульяна, которой было 10 лет в момент вот этого страшного события, она в 16 лет родила ребенка. Видимо, у нее тоже что-то было с психикой. Пила, дважды пыталась покончить с собой, броситься под машину. Во время второго вот этой попытки она попала под машину, стала инвалидом. В общем, плохо сложилась жизнь этих людей. Ну, вот единственное, о ком до недавнего, по крайней времени были такие, ну, более-менее отрадные сведения, это Михаил Овечкин. Он стал все-таки музыкантом, играл в разных ансамблях. Сейчас он вроде бы в Испании. Да. Да, вроде бы в Испании. Ну, в общем, это очень несчастное. Это такая совокупность событий. Конечно, и халатность работников аэропорта. Кстати, что там получили что-то? Я не знаю, я не смог найти. Я знаю только, что вот в приговоре суда дел было выделено в отдельное производство. Наверняка что-то, понимаете? Да. И милицейскому не тронули то начальство, которое принимало решение ничтожить самолет. Вот этим ничего не было. Ну, это конечно. Ну, это понятно. Это еще была такая ситуация. Дело в том, друг другу не доверяли. Вот здесь, конечно, появились всякие теории насчет того, что у них были какие-то подельники. Вы знаете, подельников-то у них, наверное, не было. А вот то, что... Ну, мы же не узнаем, какие действительно давались и давались ли им обещания в Японии, на что они рассчитывали. При их, в общем, как я понимаю, не очень богатой фантазии, вполне возможно, что они додумали что-то и все прочее. Да, может быть, да. Да. Вот пишут... Обычное предложение контракта. Ну, скорее всего. Которое в, я не знаю, уже в 87-м году использовать, что бы то ни было, использовать можно было только для контрпропаганды или для пропаганды. Нет, разумеется, конечно. Для чего еще их можно использовать? Ну, это даже и в 70-е не работало-то особо. Такое вот тупое использование. Потому что, конечно, никому не нужны люди, спецслужбам такие вещи не нужны. Вот Татьяна из Петербурга пишет, не складывается ли у нас впечатление, что художественный фильм, но имеется в виду фильм излишне героизирует преступников. Нет. У меня нет ощущения, что они там героизированы. Но, в общем, ну, наверное, как мне кажется, этот фильм рассчитан на то, что при просмотре будут вызывать сочувствие они. Я вам так скажу. У меня вызывают сочувствие, безусловно, младшие в этой семье. Они действительно были заложниками. И то, что их судьбы в основном сложились таким образом, безусловно. Что касается матери и старших, они у меня в сочувствии не вызывают. Это да. Но там есть большая трагедия. Здесь дело не в сочувствии. Дело в том, что Нонна Мродякова в этом увидела. Иначе бы это была не Нонна Мродякова и вообще небольшая актриса, какой она была. Она увидела в этом очень большую трагедию. И трагедия вот выстраивания необычайно сложной жизни, которая у нее была. Вот эти 11 детей. Выстраивание такой вот команды. Выстраивание вот такого мини-общества для себя. Почти идеального. Ну, вот понимаете, как и она вот все должны выскочить. Вот из всего вот все должны выскочить в какой-то совершенно другой жизни. Я сочувствую ее судьбе. Я понимаю. Но ведь все-таки она сумела выстроить это все. И они на момент, когда все это произошло, они были вписаны в советскую действительность самым благополучным образом. Из возможных, реально возможных. Но показалось, что надо идти дальше. А вот это показывает на то, что у нее было что-то чрезмерное в ней, безусловно. А дальше некуда. Вот мы все решили, мы и это сможем. И потом, конечно, оказалось, что не сможет их. Вот Ольга поправляет Черемхова в Иркутской области. А я назвал какую-то другую. Если да, то я оговорился. Нет, Иркутская область. Ну, конечно. Ну, вот. Такое дело. Дело, конечно, это очень... Это трагичное дело. Очень и очень. Со всех точек зрения.